И вот мы посмотрим, чем подбирается неизбежность краха, в чем она заключается. Семьи элиты подчинены общебиологическим законам. Поэтому на тысячу детей из элиты и на тысячу детей из толпы одинаковое число одаренных, то есть способных обдуманно осваивать знания. Помните, мы с вами рассматривали закон нормального распределения, то есть 5% шибко умных, 5% не шибко, а 80-90% это обыкновенные, значит, нормальные люди. Вот это касается и той категории элиты и толпы. Клановая замкнутость элиты, ее вседозволенность и элитарные амбиции предопределяют кадровый состав управленцев из своих, то есть узаконенной наследственностью. И только что мы сейчас с вами порассуждали об этих президентах СНГ и так далее. То есть все они стремятся... Буш, не Буш, тоже Буш. Значит, у него папа был президентом Соединенных Штатов. Это не только у нас. То есть амбиции есть, а способностей нет. И это приводит к уменьшению качества управления общественными процессами. Ну, в частности, это привело и к застою. Ведь что было при Брежневе и так далее. Вот эта верхушка ЦК КПСС, там они все переплелись в клановых своих, так сказать, династических браках и так далее. А управлять-то не могут. Это Сталин, как папа Карло, работал с утра до ночи, так сказать, там ночами не знал, не спал. И каждого конструктора знал по имени и отчеству. А что Ельцин знал там, кроме стакана, так сказать, и все рядом с ним, так сказать, спьянствовали. За редким исключением. Вот и понизилось качество управления. А при Брежневе то же самое, что было при Хрущеве. Значит, поэтому неспособность элиты поддерживать необходимые качества управления привело к двум явлениям. Процесс расширения социальной базы управленцев идет вопреки амбициям и мнению Чумаза не может. Почему этот процесс идет? А потому что жизнь требует. То есть вот та матрица, помните матрицу, которую мы с вами рассматривали, вот эта вот такая, значит, объемлющая. Она заставляет решать задачи, поставленные иерархически высшим объемлющим управлением. И доказательством этому является, что всегда в трудные времена, на Руси в частности, появлялись. Ильи Муромцы, Ломоносовы, Сталины и так далее. Фрунзы, которые делали больше, чем элита. И гораздо больше. Элита-то не могла, а вот они делали. Ведь если говорить, Сталин откуда? Из простой семьи. Значит, а Ломоносов откуда? Ну и так далее. Чтобы сохранить свое господство, жречество, псевдожречество, вынуждено обеспечивать необходимое качество управления обществом на глобальном уровне. Для этого разработан специальный механизм. Вот опять мы вышли на этот механизм. Значит, обрезание элиты так называемой. То есть еврейство опять здесь заложник. Вот понять им это надо, поскольку основная кадровая база на уровне еврейства, то что делается? Создается революционная ситуация. Народ громит ничего не понимающую элиту. И, как в песне Михаила Ивановича Ножкина, нам нового начальника назначили. Мы с этим по домам и разошлись. Вот, то есть руками толпы одна элита срезается, уничтожается и назначается новая. Если сейчас вот эти лекции читаются июнь месяц, начало июня месяца 2004 года, значит, только что мне из Москвы прислали на одном из сайтов, значит, статья об элите. Там уже откровенно говорится, что нынешнюю элиту надо все уничтожить. Она бесполезна. То есть она ничего не смогла сделать. Кто это делает? Понимает этот человек, что он написал или не понимает. Но факт тот, что он работает на глобальную мафию. То есть вырезать надо их, убирать, снимать. А там доказывается на протяжении, как бы уже ссылаясь на историю, да, ссылаясь, что всегда в России было. Там в этой статье конкретно говорится, в 17-м году русская элита ничего не могла сделать, да, во главе с Николашкой этим государем, императором. Ее уничтожили. Потом сталинская элита, ее уничтожили. А они не видят, вот в этой статье нет чего, понимания, а кто организует этот процесс. То есть они констатируют очевидное, а то, что этот процесс управляем, они не понимают. Это вот и есть понимание глобальной политики. Признание обществом допустимости вседозволенности, вот это вот, это признание, это болезнь духа, болезнь мировоззрения, болезнь мировосприятия. Но именно эта вот вседозволенность лежит в основе толполитарного общества. А болезнь, она всегда что? Не позволяет освоить глобальный, вернее генетически обусловленный потенциал. То есть больной человек, он болеет, он не может развиваться. Так то есть вот толполитарное общество, это вообще болезнь человечества. А дальше с чего мы начали постановку вопроса? А Богу надо, чтобы вот это все было? Нет. Поэтому человечество биологический вид. И его судьба может быть только такой, как и других биологических видов. Либо тупиковый путь эволюции, и тогда смерть человечества весьма мучительная. Либо продолжительное существование. Но тогда надо выходить на освоение генетически обусловленного потенциала развития. Занимать устойчивое место в биосфере. И создавать условия для дальнейшей эволюции биосферы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова